Пошкин Клезмер Бэнд Бенеки, Фурен, Кейнадес, я там загорела От гемахта инженера то, что я хотела О, лимончики, вы мои лимончики А не растете вы в моем саду О, лимончики, вы мои лимончики А где растете у Сони на балкончике Их бенки, Фурен, Кейнадес, накидырын, бурвес Обгетанста, полонес, пиццвен, сванцы, курвес О, лимончики, вы мои лимончики Не растете вы в моем саду Брум-брум-брум О, лимончики, вы мои лимончики А где растете у Сони на балкончике? Если хочешь замуж выйти, молодого мужа взять Нужно прежде научиться, где лимончики достать О, лимончики, вы мои лимончики Не растете в моем саду О, лимончики, вы мои лимончики А где растете у Сони на балкончике? Девки в озере купались, мяч резина вы нашли Целый день они играли, с каждым школы не пошли О, лимончики, вы мои лимончики Не растете вы в моем саду О, лимончики, вы мои лимончики А где растете соуса, ядушка? Я лимончики спевала в клубе усереду У меня играли плезберочки сзаду и спереду О, лимончики, вы мои лимончики Не растете вы в моем саду О, лимончики, вы мои лимончики А где растете у Сони на балкончике? И так, дорогие друзья, хочу вас с радостью познакомить С гостем сегодняшней программы Это основатель бэнда Митя Герасимов Здравствуйте Здрасте Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости Уже не первый раз И мы рады вас приветствовать И не только мы, еще и наши зрители Здрасте, зрители Давайте для начала просветим наших телезрителей Что такое клезмерская музыка Давайте Сейчас, когда говорят клезмер Имеют в виду музыкальный жанр А вообще клезмерами назвали свадебных музыкантов Музыкант Вернее, не просто музыкант Еврейский музыкант Который играет на свадьбе На еврейской свадьбе Это клезмер Где берет истоки эта музыка? Точно никто не знает Но мы знаем, что Именно в наших краях На территории Украины Бессарабии Румынии Жило больше всего европейских евреев Ашкеназов И они так давно здесь жили Что у них был свой язык Своя культура И своя музыка Своя музыкальная традиция И вот как раз клезмерская музыка Это часть этой традиции Поэтому можно сказать, что Родина вот этой еврейской музыки Народной Это не Израиль А это В общем, это Украина Здесь был центр И культурной, и религиозной Жизни евреев Какова была идея создания Такого коллектива необычного? Никакой идеи не было Это так получилось случайно Так как он образовался? Уже, наверное, лет Восемь назад Я приехал в Украину Из Казани? Да, я родился И жил долго в Казани И я там уже начал Заниматься Интересоваться Народной музыкой И еврейской музыкой Ну, и когда я понял Что хочу этим заниматься Серьезно То решил поехать туда Где корни этой музыки Я поехал в Одессу Потом в Киев И я хотел найти Найти музыкантов Которые сохранили Эту традицию Чтобы поучиться Послушать Ну вот И припасть к истокам И я Честно говоря Я почти ничего не нашел И мне пришлось Мне пришлось самому Создать ансамбль Еврейской музыки И по-моему Получилось неплохо Действительно неплохо Получилось А что ты смотришь на меня в упор Я двоих не испугаюсь глаз Давай закончим этот разговор Оборвав его в последний раз Послушай Брось Брось Жалеть не стану Я такие как ты всегда Достану Ты же поздно Или рано Все равно ко мне придешь Провожу тебя я на крыльцо Как у нас с тобою повелось Соло Димончик 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 а ты идешь словно ночной туман опустив насмешки во глаза тарарарарара я все сказал а в глазах все та же береза послушай брось брось жалеть не стану я такие как ты всегда не придешь сама весь состав вашей группы это одни из лучших музыкантов джазовых украины почему люди в таком статусе играют простую народную музыку вот эта идея о том что что народная музыка это что-то такое вот что-то невысокого пошиба это искусственно насаждаемое вообще почти за все советское время джазовые музыканты играют такую простую народную музыку во первых что это не такая уж простая народная музыка и джазовым музыкантам интересно ее играть именно из-за того что она сложная и красивая и и тут есть такая важная вещь что когда только только создавался ансамбль я я думал о том что чтобы найти на именно народных музыкантов которые будут будут это играть но с этим большая проблема у нас потому что народная музыка действительно 70 лет в общем выкорчевывалась со в советском союзе и оказалось что самые лучшие народные музыканты живут в крыму на тот момент вот а здесь их маловато для того чтобы не родившись в этой культуре играть эту музыку как следует нужно иметь навыки и очень хорошее крепкое образование музыкальное и оказалось что что это под силу только таким вот таким музыкантом как дима коваленко саид лёша гмыря игорь сидыш они могут играть как как настоящий клесмеры потому что потому что настоящий настоящий музыкант в общем это универсальный совершенно интернациональный человек и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Конечно! Но вы навертываете то, что было упущено! Упущено, к сожалению, у евреев произошла в этом смысле трагическая история, потому что именно культура европейских, ашкенадских евреев, она была полностью уничтожена. И то, что не уничтожила нацизм, потом искоренялась уже, достатки искоренялись уже советской властью, люди стеснялись говорить на языке идиш, и играть клейзмерскую музыку можно было только очень тихо. Поэтому эта культура ушла вообще. Но благодаря иммигрантам до катастрофы во время очень многие евреи эмигрировали в Америку. И там именно были записаны пластинки, по которым мы сейчас учимся. И хотя вот такая традиция, традиция ушла полностью, в отличие от крымских татар мы не смогли сохранить это. Но в Америке клейзмер проник в другие отрасли, потому что евреи были очень активны именно в таком культурном смысле. И, например, джаст сформировался при очень большом влиянии как раз нашего восточноевропейского клейзмера. Мюзиклы, академическая американская музыка. И поэтому сейчас клейзмер – это уже не просто какой-то местечковый фольклор свадебный. Сейчас это концертный жанр. Он звучит в больших залах, в концерт-холлах. И выпускается с серьезными музыкантами на серьезных рекорд-лейблах. Давайте поговорим о серьезном концерте, который состоится у вас в апреле. У вас, я знаю, что есть хорошая идея. И было бы неплохо озвучить ее. Я боюсь немножко об этом говорить, потому что пока что это только идея и намерение. Но я надеюсь, что с вашей помощью и с помощью ваших телезрителей, наших друзей, мы сможем ее осуществить. Мы мечтаем сделать совместную клейзмерскую, крымско-татарскую программу концертную. Большую, с красивыми песнями, красивыми аранжировками, с известными музыкантами, с вами. И сделать ее в большом классном зале. В Киеве. Это будет проходить в Киеве. Да, да. Я надеюсь, что у нас это получится. И в конце апреля мы всех пригласим на наш совместный концерт. Друзья, я буду вместе с вами ждать появления этого концерта. И желаю вам успехов в начинаниях. Спасибо большое. И нам тоже желаю. Желаю вам успехов и нам. Ура. Ура. 1, 2, 1, 2, 3. И нам тоже желаю. 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 Ваш взгляд, чем похожи еврейская и крымско-татарская музыка? Ну, вообще, есть очень много общих песен. И уже мы это выяснили на прошлой передаче. Я надеюсь, что мы будем выяснять больше. Например, все знают, есть такая попсовая песня про Хаима, жил на свете Хаим, никем не замечаем старые вещи, и Хаим продавал. Как поется в татарские песни. Как поется в татарские песни. Вот. Это в татарские песни. Это в татарские песни. И так же, наверное, самые ужасные катастрофы в своей новейшей истории. И то, что в последние десятилетия крымские татары возвращаются на свою родину после очень долгой разлуки. Может быть, можно сравнить с еврейской музыкой, которую успели забыть в тех местах, где она повсюду звучала, по всей Украине звучали еврейские свадьбы. И не только на еврейских играли клесмеры. Так же, как мы играем на украинских свадьбах, на цыганских свадьбах и на любых, так же клесмерские музыканты играли и с греками, и со всеми народами, которые жили в Украине. Потому что, когда мы говорим украинская музыка, украинская народная музыка, мы не можем говорить только про музыку на украинском, про песню на украинском языке, и именно про этническое происхождение музыки. Потому что Украина сформировалась из многих культур. И крымско-тадарская народная музыка – это часть украинского фольклора. Еврейская народная музыка – это тоже важная часть украинского фольклора. Так же, как музыка приазовских греков, например, или румынская музыка в Буковине. Это все делает Украину богатейшей, уникальной страной в смысле культуры, в смысле музыки. Друзья, группа Пушкин собирается сделать ответственное заявление. В конце апреля мы презентуем уникальную программу еврейско-крымско-татарской музыки с участием известных музыкантов. И нам очень нужна ваша поддержка и участие. Следите за новостями. И мы с гордостью представляем нашу новую солистку, прекрасную Алия. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Димитя, спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам в студию, за то, что вы возрождаете традиции и культуру Клезмера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За то, что вы нас терпите и любите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это была программа Джинла Студио. Ваш гид в мир музыки. До встречи через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА